Дайте за ними свою машину. Проводите. А там у вас третий, скажем так. Да, конечно. Господин Кирилл, еще раз все-таки надо уточнить. Леша Александрович сейчас рассчитывает от вас получить финансовую панель. Вы планируете ему передать деньги? Лучше у него спросите, что он планирует, что он ожидает. Ну, я хочу просто беседовать, просто поговорить, узнать, как человек себя чувствует. Да, вот он действительно, это был тяжелый период на него. И как, ну, человек, я хочу понять, как он себя чувствует, как его планирует, как он наличные валюты передать. Тихо, почему вы не пропускаете? Почему не пропускаете? Не понимаю, поэтому... А, окей. Нет, ну, ты что? Я с удовольствием, но... Он просто, он не может нас искать, меня пускать. Он открывает офис, чтобы имущество просто вывезти. Может, мы в кафе какой-то? Сейчас, в кафе, сейчас, мне здесь нужно несколько вещей. Почему мне мешать работать? Лев Александрович, пожалуйста. Лев Александрович, пожалуйста. Придурки, боже мой. Вот видите, ну, они будут... Давайте. Знаете, что вот такие? Они, конечно, будут... Ничего конкретного, честного. Я хотел узнать, действительно, как вы себя чувствуете? Я себя буду нормально чувствовать. Передайте посылу. Как физическое? Передайте посылу, что я благодарен ему за... Мы озабочены. То, что с вами произошло, мы считаем, что... Работать, пожалуйста, почему вы меня толкаете? Что это действительно очень-очень плохо, да? Вы видели тоже замечание послания? В общем, я буду... Все нормально, одним словом. Я сейчас в боевой форме, как говорится. Грубо нарушен закон. Дважды, так сказать. Один раз закон нарушен, что меня предложили отсюда покинуть. Даже если не считать, что сила применена, это второй момент. Но нарушен гражданский кодекс, можно выселять только в судебном порядке. Только у нас в России такой стройный закон. Только в судебном. Они это сделали в несудебном порядке. Поэтому грубейшим образом я буду биться за это помещение в дальнейшем и намерен себя вернуться. Это первое, так? И, собственно, остаюсь здесь по существу. Потому что все, что делается, все равно противозаконно. А второе, а второе, нас избили, понимаете. Это чудовищное преступление. Нас сбил ОМОН, значит. И поэтому, конечно, мы будем требовать, значит, мы написали заявление в прокуратуру, чтобы все эти люди понесли наказание. Вот, так сказать, два обстоятельства, которые мы бесспорно будем обжаловать и законным образом возвращать. А так мы, я благодарен там и послу, так сказать, и Госдобушеву, которые заявили протест. И это правильно, потому что если в Америке будет нарушаться права человека, тогда я думаю, что я буду комментировать и требовать восстановления закона. Права человека не имеют границ. Я вот сейчас пафосно говорю, специально для записи. У нас есть компания, называется «На три буквы», так сказать. Конечно, не для них это говорю. Понятно. А есть ли у вас какие-то препятствия? Ну, в общем-то, есть. Вы уже видели, вот сейчас же вы не дали... Конечно, это препятствия, это незаконные препятствия. Но в остальной идее, я бы сказал, препятствий в выезде нет. Они очень хотят, чтобы мы быстрее выехали. Вот, они очень хотят. Это частично совпадает с моей позицией, потому что у меня работали мои сотрудники, понимаете, каждый день работали. Много обращений к нашим сотрудникам работали. А морально, как они себя чувствуют? То есть, как они держатся там? Да, все нормально. Сотрудники все держатся нормально. У меня сотрудники такие, что всегда держатся нормально. Ну, Олег Иванович, спасибо. Ну, действительно, желаю вам всего доброго. Я приношу вам извинения за то, что у нас есть... Я понимаю, это не стандартное рабочее... Нет, во-первых, вы не могли пройти. Во-вторых, я приношу извинения, что у нас есть журналисты, которые ведутся омерзительно. Именно эти журналисты были во все время, так сказать, они как бы выполняют роль спецслужбы. Я не знаю, от чего, потому что, ну, что-то такое совершенно мерзкое. Потому что они были 12 часов у меня в кабинете, они мешали работать моим сотрудникам. То есть, это непонятно, с чем их можно сравнить даже. Я думаю, что такого вообще в мире нет. Потому что журналисты, у него есть этическое представление, этические нормы. У этих людей нет представления об этической норме. Я прошу извинить меня, если они к вам пристают, так что все остальное... Прошу, желаю вам всего доброго. Лев Александрович, скажите, пожалуйста, а какова цель наезда на запрещение, по вашему мнению? Если нас, конечно, пропустят... Пропустят куда-нибудь. Пропустят? Пропустят. Мы сейчас спросим. А кого вы спросите? Ну, ладно, подойдите. Ну, ладно. Пожалуйста. Да, да. Да можно, можно это со мной. Да, пожалуйста. Ну, что тогда мы договорились? Пожалуйста, пропустите журналистов. Нет указаний, извините. А от кого вы ждете указаний? А вы знаете, что я отказываюсь... А департамент имущества города Москвы? Я сейчас делаю заявление публично, что я отказываюсь отсюда выезжать. Пожалуйста, здесь вы не будете подчиняться моим требованиям. Пускать сюда. Иностранцы не пустили. Это уже ваши проблемы. Я же ответил на все интересующие вас вопросы. Не понял. Я хочу туда пройти журналистов. Вы слышали мои требования? Давайте решайте вопрос. Люди достаточно быстро глохнут. Вы слышали? Я хочу журналистов пройти сюда. Да. Все. Пожалуйста, приходите. Спасибо. Продолжение следует...